Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале! Сегодня мы с вами приготовим запеканку. Запеканку из макарон и фарша. Она готовится очень легко, очень просто, очень быстро. И самое главное, что это очень вкусно! Особенно такие запеканки любят дети. Кому интересно, оставьте до конца видео. И давайте приготовим ее вместе с вами. Количество ингредиентов для этой запеканки будет, как всегда, указано в описании под видео. Но там нет строгого рецепта, вы можете добавлять все в такой пропорции, какой больше нравится вам. Ну а для запеканки макароны нам понадобится... Здесь у меня отваренная пачка макарон. Я их сварила до состояния аль денте, слегка не доварила. А также фарш. Фарш я обжарила и добавила туда приправы и лучок. Все это делайте по вкусу и все это делайте, можете делать на глаз. У нас тут нет специальной какой-то пропорции. У меня здесь пачка макарон 500 граммовая и где-то 600 граммов фарша. Дальше мне понадобится еще сыр, яйца, помидоры, молоко. Молоко можно заменить сливками. Просто сливок у меня не оказалось, я буду добавлять молоко. Молока я добавляю так, на одно яйцо 50 миллилитров молока. Сейчас взбиваем яйца и сюда в яйца я добавлю еще вегету. Вы можете добавить сюда соль, перец, в общем, свои любимые приправы. Ну вот так яйца я взбила. Взбивала их не сильно, просто чтобы желток соединился с белком. Добавляем сюда молоко или сливки, что у вас есть. На 4 яйца я добавила 200 миллилитров молока, а лучше, конечно, сливок. Пробуйте на соль, на перец, на приправы, какие вам надо. Сейчас нарезаем помидоры на такие вот кругляшки. Толщину тоже регулируйте сами, как вам нравится. Теперь берем наши макароны с фаршем. Сюда я еще накидала кусочки моцареллы. Это, конечно, делать не обязательно. И берем нашу яичную смесь, заливаем все это. И хорошенечко распределяем по форме все это. И сверху сейчас выкладываем помидоры. Прежде чем выложить помидоры, я еще посыплю немножечко наши макароны душицей. Сушица очень хорошо сочетается с сыром, с помидорами. Она хорошо для пиццы, очень подходит для запеканок. Ну и выкладываем все это помидорами. И сейчас все это посыпаем сыром. Сыром посыпается тот, который подходит для запекания. У меня сейчас сыр российский. Также я еще люблю голландский сыр. Ну, кому какой больше нравится. Какой у вас есть, тем и посыпайте. Сюда больше все-таки подходят мягкие сыры, твердые сыры. Они как-то, ну, не очень подходят, потому что они потом-таки слишком твердые становятся, когда остывают. А этот сыр всегда будет такой мягенький. И отправляем мы в духовку при температуре 180 градусов, пока наш сыр не покроется румяной корочкой такой. И потом будете доставать. По времени я потом скажу, сколько у меня запекалась эта запеканка. Чем хорошо делать такие запеканки? То, что то, что у вас есть дом под рукой, все это сложили слоями, посыпали сыром и запекаем. И вкуснятина у вас готова на ужин или на обед. Ну вот, друзья, наша запеканка готова. При желании вы можете посыпать ее зеленью. И сейчас мы нарежем и посмотрим, какая она получилась внутри, эта запеканочка. Ну вот, такая вот запеканка у нас получилась. Посмотрите. Высота запеканки будет зависеть от формы. Чем меньше формы, тем выше запеканка. Ну, а вкус этой запеканки даже можно и не говорить, потому что вы все представляете, какая она по вкусу. Это, конечно же, получается очень-очень вкусно. Главное, что это легко и просто. Я всем вам желаю приятного аппетита и готовьте такую запеканку. Ну вот, дорогие друзья, вот такая замечательная и очень вкусная запеканка получилась. Если понравился рецепт, буду благодарна вам за лайки. Если вы не подписываетесь на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. А я с вами прощаюсь и увидимся, как всегда, в следующем выпуске. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok